Совершенно необычная локация, особенно для тех, кто на канал зашел совсем недавно и смотрит наш сериал не с самого начала. Я сегодня в родительской бане, хочу ответить на кучу комментариев по этой тематике, потому что вы-то не в курсе, а я вижу, что очень много запросов сейчас приходит именно на плейлист по банному вот этому нашему изготовлению. Помните баня из 90-х, как я ее называл? Кстати, советую посмотреть плейлист, я оставлю по ссылочке, вот здесь можете перейти, там очень много видосов. Начиная от разборки старой 20-летней давности бани и заканчивая тем, что мы изготовили за эти там буквально пару месяцев. Там и Женя участвовала, мы с ней собирали полок-трансформер, который, кстати, очень сильно нравится моей маме, она всегда им пользуется. Сегодня, когда я приехал в баню, он был в собранном состоянии. Я просто разобрал его в пол, потому что у меня есть кое-какая информация и мне он нужен для этих целей, в прямом виде. Главный месседж у меня сегодня это то, что скоро мы начинаем делать баню у нас дома. Зрители, которые на канале уже давно сейчас скажут, Денис, да ты еще фундамент под нее не залил. Я настолько загорелся этой работой, настолько проникся тем, что баня в доме нужна, что все-таки та самая бильярдная комната, которая у нас кочевала из моей студии в кинотеатр, а потом в бильярдную, все-таки, все-таки станет классной, модной, навороченной сауной. В бане, в которой мы сейчас находимся, я не был уже, ну, год, наверное, точно. Потому что наступило лето, мы мылись в уличной, которую мы сделали, наша спа-капсула. Ну, а зимой нам хватало нашей джакузи. Но банька-то хочется, хочется нашей человеческой баньки, вот хочется баньки. Хорошей, мощной, классной баньки. И я нашел баня-заменитель, и сейчас вам об этом расскажу. Но кто-то, возможно, сочет за рекламу, советую не переключаться, потому что дальше будет супер-бонус. Также я вам расскажу о минусах и плюсах в бане, которая прожила уже три года, потому что хейтеры-то писали всякое разное, и то, что она сгниет, и готовься к тому, что это все ты будешь скоро отдирать. Много чего, есть минусы, определенно есть, но и много плюсов, о которых я тоже сейчас расскажу. Но прежде чем мы начнем, у меня для вас новость. И она вот такого вот характера. Чтобы у меня больше не возникало ни одной возможности переобуться в полете и снова превратить свою будущую сауну в обратно в студию или в кинотеатр, я приобрел печку для нашей будущей сауны. И по аналогии камня, который закладывают в основу будущего мощного строения, печка будет являться неким символом того, что назад дороги нет. Больше, чем этой комнаты, сауну нигде не построишь. Два варианта в моем доме. Либо есть сауна и баня, либо только баня. Возможно, кто-то сейчас скажет, Денис, ну баня же лучше. Если брать по аналогии сауну и настоящую дровяную печку, то в любом случае, конечно же, печка выигрывает. Сауна, она и была придумана финнами в свое время, как заменитель печи, но не как полностью параллельный аналог. Современные технологии сделали саунные печки настолько комфортными и удобными, и эстетически красивыми, что сейчас уже аналогия в принципе логична. Несколько моментов. Сделать баню в цоколе я бы точно не смог, дровяную. Потому что это надо выводить где-то эту трубу, это влажность, это куча других проблем. Давайте я вам проще сейчас все покажу, и сразу же отвалятся все вопросы. Итак, на моем сегодняшнем мини-обзоре каменка от компании Vita на 6 кВт. 6 кВт я выбрал потому, что это оптимально для нашего дома, не заберет все напряжение нашей избушки, и в то же время даст возможность комфортно греться, париться и так далее. Тем более, что размер парной у меня примерно такой же, как у родителей. Она не сильно большая. Так, поехали. Первое. В этой коробке находится пульт управления. Я вам сейчас его покажу. Документы. Так, кстати, братцы, здесь подарочный купон, и он кому-то из вас достанется. На 1000 рублей с этого сайта. Сайт называется градусхаус.ру. Так что досмотрите до конца, в какой-то момент произойдет волшебство. Если бы я не знал, что это изготавливают в России, и делают это в городе Кирове, был с полностью уверенностью, что это что-то иностранного производства. Эту штуку я уже распаковал, мне было интересно. В общем, это центральная часть для того, чтобы в электрокаменке, на секундочку, в электрокаменке можно было легко поддавать. Это герметичный резервуар для камней, закрытая каменка. Ставится она между камнями. У нее нет днища, потому что накладываются камни, поливается вода. И она имеет вот такую вот крышечку. Вот ее я еще не распаковывал и не смотрел даже. Сама каменка. Шести киловаттка. В этом выпуске я обещаю вам, что мы ее обязательно запустим и уложим камнем. Женя сейчас его мне привезет. Я заказал кварц белый, потому что для открытых каменок это самый оптимальный камень. И причем этот кварц, он обвалованный. То есть, с защищенными уголками для того, чтобы в каменке он аккуратненько лег. Еще один раз вам просто скажу, друзья, чтобы вы прочувствовали каменка, в которую можно поддавать электрокаменка. Бачок для воды. Сюда налил воду, каменка начинает излучать влажность. Солевая ванна. То есть, ее мы тоже фиксируем внутри. И сюда можно положить соль. Так, и это фитозапарник для электрокаменки. Слушай, ну все такое, все такое крутое, няшное. Хоп. И крышечка. И ее тоже размещаем сюда. Ставлю засечку. То, что Новый год, 31 декабря. Если никакой не форс-мажор, то, братцы, мы помоемся в бане в своем доме. Дай бог. В общем, я так понимаю, что там мы сейчас все устелим камнями. Вот так красиво будет выглядеть наша каменка, но с белыми камнями. Везде камни. Везде камни беленькие, красивые. И осталось показать вам блок управления, прежде чем мы все это подключим. В комплекте розетка, кабель. Говорят, что этот кабель не боится температуры и вообще нисколько. Все это сразу прикреплено к пульту. Самый важный момент – это включение температуры. И пошла она по градусам. Сколько мне нужно. То есть максималка 120 градусов. Как только она будет готова, загорится индикатор. Внутри сейчас лежит датчик температуры. Я его сначала не нашел, думал, где он. Потом прочитал инструкцию. Оказалось, что он внутри. Все. Вот такой пульт. Но я его спрячу в щит. В распределительный. Потому что у меня будет несколько автоматов, еще отвечающих за комнату. Будет все здорово. Я так считаю. Томить вас не буду. Смотрите. Каменку я получил сегодня. Но видос вы, Павел, смотрите, наверное, через дня три. Поэтому знайте, что 10 дней точно есть на промокод. Промокод номер 4355. Его вы можете использовать на приобретение на сайте градусхаус.ру. При покупке на 5000 рублей. Так, кстати, по электрике тут тоже ничего сложного нет. Смотрите, друзья. Тем, кто подключает на 220 вольт, то вот всего лишь два коннектора. Земля, ноль, фаза. А если вы подключаете три фазы, то берете один коннектор, разделяете и каждую фазу вешаете. Так, здесь вот видите два соединения. Значит, вешаем на эти три провода. Каждую фазу. Очень простая конструкция. Насколько я уже разбираюсь в электрике, а я разбираюсь в ней не сильно, я гуманитарий еще раз. Мне это все понятно и очень просто. Во всяком случае, вот этого волшебства электрических цепей в данном конкретном случае не замечается. По каменке все рассказал, но она у нас сегодня фигурирует во всем фильме. И она будет еще не раз здесь показана. А сейчас я все-таки должен рассказать то, что я вам и хотел рассказать по нашей бане. Первое, очевидные плюсы. Это клееный брус, это кедр. Супер. Работает прекрасно, нигде не погнил. То, что чернота где-то была местами, помните, у нас был трабл в начале, когда родители просто зимой вентиляцию не открывали. Но и чернота, она изначально присутствовала местами. Прошли это очень быстренько антибактериальными средствами, которые для человека не опасны. Если нужно, я в комментариях напишу, что это была за фирма. И проблема остановилась. То есть, никакой черноты, никаких проблем больше не было. Растрескиваний у клееного бруса нет, так как с доски снято все напряжение. Поэтому не коробит, не кривит. Единственное, что клееный брус, кедровый, в имитации сейчас найти просто крайне тяжело. Закончились те счастливые времена, когда это было сделать легко. Сейчас даже евровагонку, честно говоря, у меня в городе, в месте, там, где произрастает морское сырье, и то найти крайне сложно. Следующий момент, стена. Вот эта стена, она отличное решение. И я, скорее всего, себе тоже буду делать. Но с той разницей, что у меня эта стена будет в теплом сооружении изначально, так как у меня дом отапливается. А у родителей эта баня, она все-таки находится поодаль от дома, и она накаляется. Соответственно, проблемка, которая у них была, это то, что после недельного застоя бани, затопив ее, камень не успевает хорошо прогреться. Вот если вы, например, помоетесь в субботу, и потом еще в воскресенье, то в воскресенье будет полный комфорт, и стена будет себя чувствовать очень комфортно и классно. А так, подумайте, если у вас баня находится поодаль от дома, и она не отапливается ежедневно, то, наверное, столько камня в бане не надо. Нехороший это вариант. Во всяком случае, когда мы затапливаем зимой, например, в пятницу, и я ложусь на этот полок, то ногами прикасаться мне не сильно комфортно. По вот этим камешкам, крошке, как мы обработали печку в прошлый раз, эта штука работает, и первое время мы не поддаем вообще в поддавалку. Мы вот так просто поливаем вот здесь, и этого вполне достаточно. Поэтому, кстати, технология камня вот так открытого варианта мне очень сильно и понравилась. Но почему каменку нельзя поддавать? Не из-за того, что у вас электричество может ударить. Просто попав на тен, на раскаленный, он просто может лопнуть. Вот, в этом вся проблема. Но компания что придумала? Они придумали закрытую каменку по центру. Лепестки, которые у нее по бокам, они закрывают тены от случайного попадания струи воды. Это очень грамотный подход. Также видно, что здесь вынесена повыше электрическая часть, и в случае, если вода даже пойдет дальше, она не попадет на электросхему. Видите? Ей просто туда не попасть. Тоже полезный, правильный момент. Возвращаемся к нашим баранам. Теперь о минусах. Нет, подожди. Так это и есть. Это же уже минус, да? Стену же мы минус считаем. Тогда минус номер два. И вы очень правильно мне в комментариях писали, и я вас не послушал и сглупил. Наверное. Не знаю точно. Но я не сделал грамотный уклон, разделив это все на ромбы к месту слива. То есть сейчас какая проблема? Когда помоешься, то поверхностное натяжение не убирает тонкий слой воды. То есть он не уходит полностью. И приходится все равно поднять решетки и швабры, и все это пройти. Следующий момент. Сейчас получится в данном видосе, что я расскажу, что все плохо. На самом деле не так. Баня обалденная. Но есть моменты, которые я в своей стройке сейчас реализую. Кстати, когда мы строили баню, об этом всем были разговоры. У меня сейчас мама смотрит этот видос тоже. Мам, мы об этом говорили. Следующий вопрос, который я хочу поднять, это то, что мы не сделали теплые полы. Можно было сделать либо электрические, но по киловаттности здесь не совсем хорошо в самом поселке. А можно было сделать водяные. То есть пустить, например, в горячей воде колосник и пустить его здесь, чтобы он насосом гонялся. Это бы, конечно, решило многие вопросы. Потому что даже при том, что я очень хорошо экструзией утеплил полы, все равно ходить по нему нет такого прям максимального комфорта. Опять же, зимой, в мороз, в пятницу затопишь баньку и зайдешь в нее, то хочется кипятком полить на пол, несколько ковшей вылить, чтобы с него шел теплый воздух. Это есть, это есть. А что еще ожидает эту баньку? Единственное, что возможно, что вот эту халабудину классную мы поменяем, скорее всего, на такую же печку в дальнейшем. Потому что родители уже взрослые и с дровами возиться такой себе вариант. А вот эта штука подошел, поставил температуру, автоматы включил и все тебе хорошо. Сама по себе парная небольшая, сюда даже можно, наверное, 3-х киловаттную воткнуть в виду. А 3-х киловаттная печка может питаться от 220 вольт. Теперь мы с вами очень плавненько перемещаемся на нашу стройку, на наш дом. Это уже не стройка, это уже мой дом, я там живу. И там мы смотрим все остальное по печке. Давайте перемещаемся вот так. Все, мы дома. Только сейчас разобрался, потому что вник, что эта система сейчас запитана под простую однофазную розетку. Видите, тут стоят перемычки, здесь стоят тоже перемычки, вот они. И выходит просто земля, фаза и ноль. Вот они. В свою очередь Женя привезла сейчас камни. Камень называется кварц, и этот кварц обвалованный. Но смотря на эту печку, и смотря на 20 килограммов камня, я понимаю, что здесь 35 это точно, а скорее всего под 40 килограммов нужно. Но это опять же визуально. Скорее всего, как в документах написано, столько и нужно. Но вот сейчас даже взять эту корзину, так приподнять, вот столько камня мы заложим. Камня, камня. А, ну да, логично, тут же еще много всяких примочек встает, поэтому, соответственно, наверное, 35 килограммов из-за глаза. Камень. Сразу говорю, вот этот кабель, который идет сейчас до котла, до печки, это временный кабель. Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше использовать, чтобы температуры не боялся. Хотя я в электротехническом центре узнаю, но вы напишите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну вы же понимаете, что я это делаю на пробу. Провод я потом поменяю, если это необходимо. Я хочу сейчас просто проверить, как это работает и работает ли это вообще. Тепловизором посвечу сейчас, вам интересно будет. А потом провод поменяем, если это нужно. Ну вы напишите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, разговариваю шепотом, здесь эхо большое. Понятное дело, что это у нас предварительная версия. Здесь не хватает стен, не хватает полков, дерева и так далее. Но мы сейчас просто поймем, как это работает. Включаю автомат. Включаю автомат. И включаю. Все, здесь загудело. Так, поставлю на 60 градусов. Посмотрим, как быстро накалятся тены. 65, 67, 75, 77, 80. Так, друзья, сейчас включили. И я хочу вам показать номинал по РКН-у. Вот так он сейчас шарашит. Смотрите, что изменится, когда она отключит. Ну, чтобы вы знали то, что у нас на самом деле происходит, пока не включена сауна. Сейчас только что она работала в самую свою максимальную мощность. Вот такие параметры у нас обычные. Ну, потому что что-то в доме включено. Как я говорил, у меня система расфазовки, то есть поэтажно, поприборно и так далее. На каждом этаже примерно вот такой же щит собран. Ну, вы это видели, кто смотрит канал давно. То есть, это для того, чтобы вы понимали, сколько она потребляет. Кто понимает в этом, напишите, пожалуйста. Нормальные параметры нет. Чтобы знать. Так, идем дальше. То есть, получается, тены-то накаляются максимально, но их отключает датчик температуры, который мы вывели выше. Вот. Сколько они сейчас уже? 158 градусов. 166. Нормально. Так, давайте-ка я все это выключу. Слушайте, прям горячо. Смотри. Работает. Все тены работают. Все в порядке. Так. Осталось только... О, а низ, кстати, холодный. Низ вообще холодный. А вот тут уже не прикоснешься. Значит, внизу вообще провода не будет нагревать. Получается. Ну и прелесть. Таким образом протестировали. Все работает. И прям уже мотивация поднялась для того, чтобы начать работы по отделке, по изготовлению самого саунного этого нашего портала. Как минимум зимой я сейчас могу собрать вот эту комнату, а душевую, так как здесь надо многое гидроизолировать и поднимать полы, я оставлю, например, на весну. Но греться мы уже можем. Либо второй вариант, пока палатку поставить, как временная мера. Мне останется просверлить кафель. Там, вы видели, в стене отверстие есть под трубы. Мы запустим сюда холодную воду. Вот сверху. Возьмем ее, запустим туда. И нам останется только систему канализования подвести, что вообще не проблема. Вообще не проблема. Плюсы, братцы. Почему выбрал этот именно котел? Цена-качество предельно восхищает. Второе. Мне он понравился тем, что он не навесной, а он именно портальный. Хочешь, поставил сюда. Хочешь, он перенес в другое место. Очень интересно и красиво выглядит. По-модному. Даже себе в баню потом планировал делать печку именно такую же, чтобы камни были вокруг котла. Ну, мне так нравится. Дальше. Российская сборка. Качественная сборка. У нее основание, по-моему, 2 мм, а стенки 1 мм из нержавеющей стали. Вы знаете, что в России, в отличие от иностранных производств, всегда перезакладываются по качеству, чтобы это было крепко и современно и мощно. Видели, какая система автоматики идет? Не какой-то пластик, там все в металле, все прям по-серьезному, по-русски прям классно. Мне нравится. Подарок вам бонус, вы его видели сегодня. То есть в сауне быть. Вентиляцию я придумаю тоже на ардуиновской схеме. Почему я вам пылесос сейчас так намеками показываю? Вот эта ардуиновская схема мне очень понравилась. Когда надо, она включает вытяжку и, собственно, на такой же системе я построю нашу сауну. Будет температурный баланс в предбаннике, также по ардуину. То есть когда надо, включились вентиляционные каналы, все это выдуло, запустило свежий воздух. Может быть, есть по влажности. Если такие датчики на влажность есть, я бы тоже поставил, чтобы, например, влажность поднялась. Он взял ее и выбросил. В общем, это прям скоро начнется проект, вот этот. Но прежде мы сделаем отделку трех наших комнат в нашем доме. И я хочу делать это жидкими обоями. Посоветуйте, кстати, по этому вопросу. Сейчас я прикидываю тему по жидким обоям от компании Пластерс. Вот я сейчас нашел, мне они очень сильно понравились. У нас их продают здесь, в городе. Не из стыков. Легко наносится. В течение дня любой мужик может себе позволить затянуть комнату. Любые ремонтные работы где-то замарали, где-то дети провели карандашом. И что-то еще. Вы очень легко это дело смочили, вытащили, опять намазали и все. Прелесть. Цена вопроса тоже копейки по сравнению с вот этими виниловыми там бумажными обоями. Скажите, парни, кто себе делал? Пожалуйста, посоветуйте. Мне сейчас это очень актуально. На этом наш выпуск закончен. Через минутку все в комментарии. Опускаемся, парни. Туда, там, там, все. Там будем общаться. Давайте, все. Пока, пока, пока.